Добрый вечер. Добрый. Как найти опору в себе? А тогда напишите мне, на кого вы опираетесь, какой костылек рядом или кого ищете. Что такое опора в себе? Вы буквально, еще раз, вы же ходите самостоятельно? Или надо обязательно в руках что-то иметь, на что-то опираться, как на третью точку опоры? Две ноги есть? Есть. Значит, тогда или костыль, ну буквально, или человек, за которого вы держитесь. Опору в себе искать бесполезно, ее надо взращивать. Взращивается опора, это когда вы точно понимаете, что вы делаете, вы точно учитесь побеждать, вы справляетесь со временем, и самое главное, вы отслеживаете свои реакции, куда не хочется идти, кого не очень люблю, на кого гневаюсь, где проигрываю, объясняя себе, что мне туда не надо, хотя очень хочется, там такие и сяки. Чем меньше будете заморачиваться в обмане самого себя или самой себя, тем быстрее и качественнее будет структурироваться ваша опора на себя. Потому что самое грустное – это надеяться на кого-то, потому что в неудобный или в непонятный момент тот, на кого человек надеется, обязательно куда-то девается. И не происходит развития тот, кто надеется. Нет в нашей жизни ничего сейчас такого, ну, собственно говоря, потому что мы сами себе ее устраиваем, с чем бы вы ни справились. Другой вопрос – при помощи чего вы будете справляться и как вы это будете делать, как это применять, как это разбирать? Вот тут надо потрудиться. Но самое главное – вы должны понимать, что у каждого из нас не так много ситуаций, в которых мы испытываем страх, ступор, непонимание, истеричные какие-то вещи там еще, в общем, реагируем как-то неадекватно. Вот просто их перепишите и скажите, здесь нужно поступить противоположно. Где молчала, нужно сказать, где стояла, нужно идти. Где испугалась, нужно как-то увидеть, кого же я все-таки испугалась. Не накручивайте себе бесконечную эту эмоциональную внутреннюю среду, которая вас просто разрушает. Вы не позволяете себе жить.